Всем привет, с вами снова Голодный, и сегодня у нас будет прохождение дополнительного сценария к Silent Hill 2, который называется Рождённое Желание. И без долгих предисловий давайте начнём. Ставим, как обычно, уровень сложности тяжёлый. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну... Вот так вот они решили Итак, Мария, что у нас есть? У нас есть... Револьвер с одним патроном Похоже, Мария хотела стрелиться Но мы подняли еще несколько пачек И теперь у нас патронов достаточно Максимальная вместимость 10 патронов Просто в использовании, но не обладает высокой мощностью Очень странное описание Вообще, револьверы обладают достаточной мощностью, насколько я знаю И еще очень странно, что он 10-зарядный Хм... Может быть, конечно, я не разбираюсь в оружии Но, по-моему, револьверы должны быть 6-зарядные Ну... Опять же, я говорю, возможно, я не прав, потому что я не сильно разбираюсь в оружии Так, где мы находимся? Начали мы в старом знакомом месте, которое называется Ночь в раю Или как тут перевели, Ночь на небесах И нам нужно добраться до некого особняка На самом деле, он здесь недалеко Бежать придется не так долго А, больница, да Больница Брукхевен Сюда Мне тут нечего делать, Мария говорит Мария уверена во всем Откуда она знает, где есть что делать, а где нет Остается загадкой Мария, похоже, бегает в лабутенах Да, мы видим монстров Мы видим тех же самых монстров, что и Джеймс Ну, так как мы являемся иллюзией Джеймса И... Соответственно, мы также можем видеть монстров, которые увидят Джеймс Вообще, конечно, дополнение очень странное Как может иллюзия существовать сама по себе Когда Джеймса нет рядом Это очень странно, как я считаю Итак В этом месте мы бегали Но мы бегали здесь ночью В этот раз нам дают побегать в этой части города днем В принципе, большой разницы это не делает Здесь все то же самое Только что предметы разбросаны немножко иначе Это дополнение очень короткое В принципе, я думаю, что я уложусь в одну серию Я постараюсь это сделать Не буду растягивать И наверняка мы уложимся Ребят, я никуда не пропал Хоть и видео выходили уже достаточно давно Я сейчас На данный момент Занимаюсь подготовкой к прохождению Silent Hill 3 Я сейчас ищу более-менее сносный релиз Silent Hill 3 для ПК Решил проходить именно на ПК Так как ПК-версия в этот раз не подкачала В отличие от Silent Hill 2 В основном это заслуга того, что портированием в этот раз на ПК занималась сама студия Team Silent То есть та студия, которая выпускает эту игру и на консоли И у них получилось все отлично Единственное, что нужно будет поправить Это то, чтобы игра шла в широкоформатном разрешении Так как все первые Silent Hill, по крайней мере 4 части Они все шли в формате 4х3 Ну просто в то время еще не были распространены широкоформатные телевизоры Можно сказать, что их вообще практически не было И поэтому все игры выходили 4х3 Теперь есть возможность при помощи определенных манипуляций Все-таки запустить игру в 16х9 И так она будет смотреться поинтереснее Ну и, соответственно, вам ее также будет смотреть намного приятнее Итак, мы добрались до нужного места Приоткрытая дверь и вокруг кровища Продолжение следует... Так как у нас нет ни радио, ни фонарика Мы не можем слышать звуков шипения, когда монстры рядом Но я думаю, мы справимся И мы добрались до особняка Посмотрите на вот этот горшок с витком Возможно, это является некой отсылкой к обители зла Просто, как мне кажется, первый Resident Evil в те времена Который вышел раньше даже, чем первый Silent Hill Не давал покоя разработчикам Team Silent И они очень сильно хотели сделать свой особняк И они это сделали И воткнули его вот таким вот небольшим дополнением ко второй части Так, здесь у нас все заперто Также параллельно для третьей части Silent Hill Я подбираю Самый лучший перевод Чтобы все было красиво Давайте сохранимся Гостиная особняка Ну что ж Первым делом нужно найти как себя карту Здесь у нас просто закрыто Здесь нарисованы цветы Очень мило Мария куда-то смотрит О, аптечка И две пачки патронов к револьверу Камин закрыт железной створкой, на ней написано «Не использовать». Похоже, как и все другие места в Сайлент-Хиле, этот особняк уже давно заброшен. Хотя и выглядит достаточно прилично. И вот мы находим карту. Особняк двухэтажный и достаточно насыщенный различными комнатами. И мы сразу же попадаем в нужную дверь для нас. Но давайте еще немножечко осмотримся. Есть ли здесь еще какие-то двери? Так, мы зашли через холл в гостиную. И так, я не проверил, здесь всего лишь одну дверь напротив. Давайте это сделаем. Я очень давно проходил дополнение и уже слабо помню некоторые моменты, но оно несложное. А тут всего лишь, по-моему, одна загадка. И та достаточно простая. Так, картины Мария не хочет никак комментировать. Да и вообще она не особо хочет что-то комментировать здесь. Поэтому продвигаемся дальше. И мы попадаем на лестничный пролет. Нас очень сильно спонсируют патронами. Да, вообще на самом деле... Ох, е-мое. Высокая сложность второго Сайлент Хилла не такая уж и высокая. Вот третий Сайлент Хилл, если я его буду проходить на харде, то там мне придется реально попотеть. Да, иди! Да, иди, по-моему, чтобы. Убring мне… Снимают эту ежешь. You're disturbing me. Thank God, I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Yes, I know. But so what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us. Hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name... Is... Maria. What's your name? Ernest. Hemingway? Baldwin. Ernest. Ernest. I'll be back. Ernest. What's your name? Ernest... Ernest. 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 Просто ты уже, похоже, его достала женщина, поэтому он не хочет тебе отвечать. Ну ладно. Оу, и вот первый противник в особняке, манекен. Так, ну я здесь еще одну дверь проверю заодно. Так, ну вот тут у нас замок запечатан. Давайте пойдем сюда. Что у нас здесь? Здесь у нас балкон. А на балконе у нас белая пластина. Что за белая пластина? Давайте посмотрим. Холодное оружие, китайский нож. Очень экзотичное оружие, конечно, особенно для женщины. Но на сложности хард это бесполезнейшее оружие на самом деле. Тем более патронов здесь более чем предостаточно. Белая пластина. Белая металлическая пластина с пробитыми в ней отверстиями. Давайте посмотрим. Когда дыхание света ты найдешь, я смысл тебе открою тайный. Как дух тумана нам вечности дарует благодать. Посмотрите только на картинку этой мензурки. Мензурки с белой жидкостью. Если вы посмотрите мое последнее видео прохождение, там я показывал эту мензурку. Я, правда, не озвучивал ее описание, но я вам ее показал специально. Мензурка была необходима для того, чтобы провести Джеймсу некий древний ритуал. Чтобы попытаться воскресить свою жену. А ну здесь просто закрыто. Окей. Окей. Так. Ну что ж. Больше нам идти некуда. Давайте возвращаться. Какой-то странный подозрительный звук. Посмотрите на эту картину. На ней как раз изображены две пластины. Красная и черная. Шаги. У нас пока только белая пластина. Так. Похоже, кто-то баловался с камином. Не знаю зачем, но в камине лестница, ведущая наверх. Наверху я вижу что-то похожее на дыру. Подняться? Ну конечно же. Скрытый маленький сад. Где находится могила? Хм. Странно. Зачем кому-то скрывать чью-то могилу? Да еще и в доме. И так мы подняли еще две пластины. Черную и красную. На одной из них изображен также уже знакомый кубок обсидиановый. Когда найдешь ты тьмы, Грааль. Я смысл тебе открою тайной. Как смерти противостоять. И вечной благодати дар принять. Ииии. Багряный том. Когда слова багряные узнаешь. Я смысл тебе открою тайной. Который был известен ранее богам. Нам вечности даровавший благодать. Это очередные два элемента для проведения ритуала. И здесь сейчас будет как раз единственная загадка этого дополнения. Здесь нужно будет вставить эти пластины. Как вы уже наверное догадались. В центре надгробной плиты имеется квадратное углубление. А над ним аккуратно высечены слова эпитафии. С тобою радость умерла. Осталось лишь бессмыслие грядущих дней и разочарование. Но я не сдамся никогда, чтобы услышать смех твой снова. Я с нетерпением жду тот светлый день, когда благословение получу богов. Тогда пластины все закроют. Уйдет и вся моя печаль. Но до того, как все мечты осуществятся, я должен спрятать глубже в сердце боль. И под квадратным углублением находится ключ. Как ни стараясь, я не могу вытащить его. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно просто поставить все эти три пластины, тем самым перекрыв поверхность плиты. Достаточно просто, так как вариантов на самом деле много. И один из вариантов я сейчас как раз использую. Даже не нужно здесь ничего особо мудрить, крутить. Здесь можно поворачивать. Но первые две пластины, кубок и мензурку можно вставить просто ровно. А третью пластину просто повернуть. И закрыть тем самым оставшиеся два отверстия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, в принципе, и все. Ключ Акации. Мы взяли ключ Акации. Что же это такое за ключ Акации? Ключ, на котором выгравирован цветок Акации. Найден замурованным в могильный камень. Дверь у нас как раз здесь, в гостиной, есть одна закрытая дверь. Давайте попробуем ее открыть. Но нет, этот ключ не от этой двери. И тогда у нас еще осталась еще одна закрытая дверь на втором этаже. А, даже две закрытые двери на втором этаже. Блин, моя тень меня больше всего пугает. Так, эта дверь тоже закрыта. Так, а, здесь у нас Эрнест. И остается всего лишь одна дверь. Очень тихо здесь. Практически нет монстров, что очень странно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хм, что это? Детская комната? На полке расставлены мягкие игрушки. Ничего особенного. Мягкие игрушки стоят в ряд. Этому календарю уже 10 лет. 10 лет назад. Ноябрь. Хм. Похоже, что время в этой комнате остановилось 10 лет назад в ноябре. Полка заставлена сказками и другими детскими книжками. Уверена, что никогда их не читала. Но почему-то названия кажутся знакомыми. Замок сломан. Спички. Спички детям не игрушка. Маленькая детская кровать. Хм. И только посмотрите, что в этом интерьере здесь может быть лишнего. Скорее всего, это лестница. Явно она здесь не к месту. И, скорее всего, это не просто так. На стуле сидит кукла. Глянем еще раз карту. Произошел какой-то звук, и... Как будто бы кто-то кричал про окно. Что случилось с окном? Здесь очень темно. Нам пригодятся спички. Мы попадаем на чердак. И что у нас здесь? На полу сложены книги, ничего интересного. Я никогда особо не интересовался литературой и философией. Это всего лишь деревянные ящики. Я не вижу здесь ничего необычного. Под старым креслом что-то есть. Это поздравительная открытка моему любимому папочке с днем рождения от Эми Болдуин. Да, похоже, это поздравительная открытка дочки Эрнеста. Что она тут делает? Передай это. Передай это моему папочке. Окей, давайте вернемся. Манекен, ты че такой тихий? Давайте глянем. Я ничего не путаю. Так, нам нужно в комнату отдыха. Ух ты, так близко. А еще говорят, что это слабый пистолет. С трех пуль кладет. И это еще на харде. Найден лечебный напиток. И еще один напиток. Эрнест, ты где? Так, что-то я поторопился. Ну-то пойдемте убьем. Эрнест, ты не убегай. Рэмбо Мария. Осмотрим эту комнату более тщательно. Аптечка. Здесь лежит книга, похожая на энциклопедию растений. Акация. Акация – кустарник, входящий в подвид мимозы. Соцветия растения крупные и растут кистями, содержат пыльцу. Существует соцветия белого и желтого цвета. Белый цвет типичен для соцветий этого кустарника. Дерево Акации – важный символ, встречающийся во многих верованиях по всему миру. В христианстве Акация символизирует вечность бытия и мораль. В Древнем Египте Акация была символом духовной чистоты и возрождения. В Древнем Вавилоне Акация считалась деревом богини Иштар и была символом жизни. Священным деревом считалась она и у других иудеев, построивших из нее ковчег завета, и была для них символом причащения и избавления от греха. Похоже, Эрнест интересовался этой книгой. И, похоже, что-то рассыпано на столе. Что-то подозрительно зеленое. Я ж тебя застрелил! Да, это ж хард. Тут монстры очень любят возрождаться. Так, замок сломан. Теперь открыто. Ну, а мы уже там были на той стороне. Ой, что-то мне нравится мне эта музыка и шаги. Отсюда видно тень. Да, как хорошо, когда есть великая нога, которая убивает с первого раза. Это ваза и статуэтка льва. Я не знаю, как можно было бы их сейчас использовать. Да. Можно было, в принципе, оставить этого манекена в живых. Перезарядим наш револьвер. Да, камера, конечно, выдает очень специфические ракурсы. И мы спустились опять на первый этаж. Но везде все переломано. Какой-то длинный, странный коридор. Патроны. У меня такое подозрение, что как будто бы сейчас что-то на нас выпрыгнет из окна. Как это было в обитель зла. Но ничего не происходит, как ни странно. Это щетка и мусорная корзина. В любом случае у меня нет настроения заниматься сейчас уборкой. Да нет, я не лентяйка. Просто в данный момент у меня есть дела поважнее. Мария, не стоит оправдываться. Так. Это у нас еще куча всего. Зачем столько всего? Особенно лечилок. Неужели кто-то может так много тратить здесь лечилок? Просто мне смешно на это смотреть. Из-за того, что я вот тут недавно перепроходил третий Селлен Хилл, чтобы вообще его вспомнить и уже не тупить на записи. И я просто прифигел, сколько там мало патронов лечилок. Там даже на среднем уровне сложности особо пострелять не получится. Так, куда мы забурились? Кабинет. Кабинет, спальня, ванная, столовая. Потерянные воспоминания. Lost Memories. Отрывок из книги Lost Memories. Я по-настоящему убежден. Вы можете даже назвать это верой в существование чуда, называемого воскрешение из мертвых. На холме, за которым садится солнце, затянул свою песню зверь. Кровавые слова, капли тумана и сосуд ночи отворяют могилу. Кровавые слова. Это имеется в виду багровый том. Капли тумана. Это имеется в виду вот этот флакон с белой жидкостью. Возможно, этой белой жидкостью являются концентраты с белой клауди. И сосуд ночи. Это и есть черный обсидиановый кубок. Люди плакали от радости и страха. Но моя вера в спасение ксучилпабы была непоколебима. Ксучилпабы? Фух. Похоже, очередное божество. Об этом говорят и многие легенды. Первые служители культа верили, что смерть – это не конец, а лишь путь, которым умерший возвращается к природе. Они также верили в обратимость этого процесса. Внизу страницы есть какая-то пометка. Это написал Эрнест. Что это может значить? Кровь – красный, туман – белый, ночь – черный. Но опять же, это символизирует кубок, книгу и белую жидкость. Эрнестан. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ernest I'm sorry I didn't know No, it's fine Maria, that letter I'll leave it here Thanks So, you must be That's why That's why you could see me Huh? So, perhaps that means that I can hope for a miracle as well What do you mean? In the apartment next door There's a bottle Containing a white liquid I don't know exactly where it is But I know it's in there somewhere I must have it You Want me to get it for you? Please Why don't you just get it yourself? If I could believe me, I would But I... White? I'll open the stairway door Ernest Do you really believe it will work? I don't know Well... That's okay I don't mind fighting for an impossible cause Anyway It beats just giving up and doing nothing Maria Thank you Ииии мы узнаем печальную историю Как мы узнали с диалога 10 лет назад Маленькая дочка Эрнеста Эмми Хотела поздравить его с днем рождения И прятала для него подарок на чердаке Так, Эрнест открыл нам некую дверь На лестницу Лестница у нас снизу Давайте заодно проверим Другие двери Так, я не могу рассказывать пока звучит такая ужасная музыка Надо ее как-то прекратить Ой, я уже всех перестрелял Но она все равно играет И что-то еще остался в этом коридоре Ух ты! Бронированный маникен Который даже не хочет не обить Да, похоже это был последний Но здесь все равно ничего не было Можно было сразу выдвигаться на лестницу Особо не париться Так А, ну да, все Правильно я двигаюсь У меня нет карт этого места И вот она прятала этот подарок на чердаке И в один прекрасный момент Когда она хотела его уже подарить своему отцу Она полезла по лестнице на чердак Возможно это как раз лестница была наружная Либо она просто ее подставила Но В этот момент Похоже на чердак зашли ее родители На земле лежит какая-то табличка Эмми Болдуэм Бокс Да пошли его нафиг, жуки Бок Бок Стоп Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Эмми Болдуэм Бог слишком любил ее Семь лет такой малый срок Да, и В этот момент Когда она хотела Забрать Подарок для отца С чердака На чердак кто-то пришел Скорее всего это был Сам Эрнест Либо Его жена И она испугавшись Падает из окна И соответственно Разбивается насмерть Так и не сумев Вручить Подарок своему отцу И даже спустя 10 лет Эрнест все еще не забыл про свою дочь И похоже пытается совершить тот же ритуал, что и Джеймс Чтобы попробовать воскресить свою умершую дочь Итак, мы попадаем в старое знакомое место Апартаменты Но Долго здесь бегать не придется Если вы, конечно же, знаете, где находится этот чертов флакон Он находится практически сразу В соседней двери Я нашла флакон с белой жидкостью Давайте почитаем Маленькая бутылочка Наполненная неизвестной белой жидкостью На этикетке надпись Я отрицаю тебя По-моему, в этой же комнате Если проходить Игру второй раз Как раз Когда нужно найти эти четыре предмета Багровый том Белую жидкость Обсидиановый кубок И книгу Потерянного вспоминания Джеймс как раз По-моему, в этой комнате И находил эту жидкость Больше, в принципе, нам здесь делать нечего Можно, конечно, еще пошариться по комнатам Где бывал Джеймс Даже посетить ту самую комнату С вонючим унитазом Даже можно, по-моему, посетить комнату Где была битва с Файрометхедом Здесь интересный Надпись Держитесь подальше От дома с привидениями Да, похоже, что дом Эрнеста Считает Домом с привидениями Возможно, именно поэтому Он так хорошо сохранился И Не был так сильно разграблен Вандалами Это как практически все здания В этом городе Так, не сюда Так Кабинет Спальня Мы почти пришли Вот книга Лос Меморис Похоже, что Эрнест нашел все ингредиенты Кроме белой жидкости Поэтому и не мог в течение 10 лет провести этот ритуал Спасибо, Мария Я не знаю, что ты был в этом городе Я не знаю, что Бог Это правильный язык Я не знаю, что это правильный язык Эрнест, что это застает Эрнест, можно ли я открыть это? Это James... He... He is... I know... He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Do you... Know something? Yes. Maria, you're... Anyway, that's just what you think. You don't really know anything. That's fine. Okay. So... Wait, what were you thinking? Эмми хотела подарить отцу перчатки. Эрнест Болдуин уже давно мёртв. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...